Вы, наверное, часто слышали, что рассказывают, вот есть здоровье физическое, психическое и духовное. И якобы в 1948 году Всемирная Организация Здравоохранения определила, что человек может быть здоров тогда, когда вот у него вот эти три здоровья здоровые. И при этом еще подчеркнуло, что все большую роль приобретают психосоматические или нервно-психические, я думаю, правильно сказать, психонервные заболевания. То есть когда расстройства с эмоционального уровня передаются на физическое тело и вызывают сбой в работе каких-то функций, которые со временем превращаются в такое стойкое заболевание. То есть из периодического оно становится хроническим. Человек поволновался, давление повысилось, ага, волнение прошло, успокоился, все нормально. До следующего волнения. И так несколько раз, и потом это давление уже не падает, оно становится повышенным. Так вот, что такое, на мой взгляд, физическое здоровье? Физическое здоровье это, я считаю, в первую очередь целостность. Целостность физического тела, все стоит на своих местах, мышцы связки работают, кожные покровы целые, внутренние среды более-менее чистые, то есть нормальные для жизнедеятельности. Ну и все, дело пошло. Психическое здоровье, психическое, то есть душевное здоровье. Я здесь считаю, если слишком не заморачиваться, психические те болезни, а так просто-напросто свести его к эмоциональному уровню. Эмоция в переводе означает волновать. То есть это волнения, которые приносят чувства или возникают в нашем сознании. Ну, допустим, человека оскорбили, он заволновался. Принесли какое-то известие, он опять заволновался. Волнение через нервную систему передается на мышцы, возникают спазмы, что-то останавливается, что-то наоборот лихорадочно работает. То есть гармония физических функций рассогласовалась. Теперь поговорим о духовном здоровье. А вот духовное здоровье, я считаю, это то, что делает как раз человека, заставляет его волноваться. А именно, ну, допустим, один человек полюбил другого человека, а тот ему не отвечает взаимностью. Это уже какое-то волнение, будем говорить. Это волнение совсем другого порядка, которое основано уже больше на мировоззрении человека, на его глубоко личных побуждениях и переживаниях, когда он хочет проявиться, проявить себя в содружестве с этим человеком, построить жизнь с ним, а ему не дают. И вот это вот, вот это вот, с духовного уровня начинает действовать унитающе, уже, будем говорить, на психику. То есть эмоции уже не те, чего радоваться, раз тебя не хотят. Вот. И отсюда уже все это начинает придаваться на тело, и возникают заболевания, связанные с телесным уровнем. Либо какая-то несправедливость. Ну, допустим, делили там квартиры, или вот хороший фильм «Гараж». Как они там этот, гаражи делили. Составили списки, и сколько волнений. Казалось бы, что тут особенного? А нет. Вот надо все сделать по справедливости, чтобы все это было. А тут справедливостью и не пахнет. Духовное здоровье, оно основано на побуждениях. Мы все привыкли их называть инстинктами, но на самом деле слово «инстинкт» меня не цепляет. А вот побуждение, то, что меня побуждает, это другое дело. То есть наше духовное здоровье основано на побуждениях. То есть побуждение к самосохранению. Самое первое. Вот. Если что-то с ним происходит не так, какая-то угроза жизни, так или иначе, то естественно начинает человек волноваться. Далее. Побуждение к созданию семьи, дружбы, любви, заботы о родителях, о детях. Если здесь какой-то непорядок, опять-таки, то есть оно не удовлетворяется, так как человек хочет, начинается волнение. Побуждение психики через нервную систему сбрасывается все это на работу организма, приводит к его раскладу. Ясно, понятно. Второе, вернее, третье побуждение, это побуждение к лидерству. Вот. Это особенно ярко выражено в спорте. Люди буквально-таки болеют, они хотят быть первыми, они хотят быть лучшими. А тут что-то не вышло. Опять начинается, запускается цепочка психосоматического заболевания. То есть неудовлетворение своим, так сказать, положением в обществе. Хочешь быть лидером, а у тебя либо на это нету качеств, а есть только амбиции, либо тебе искусственно занижают твои лидерские качества, и ты ничего не можешь сделать с этим. Далее у нас идет справедливость, побуждение к справедливости. Но тут уж люди хотят жить справедливо, доходы однет с земли, чтобы распределялись на всех равномерно. А этого не происходит уже из-за счет этого в обществе так называемая социальная напряженность. А раз социальная напряженность общества нездорово, и значит члены этого общества тоже нездоровы. Это касается значит не только недр распределения материальных блат, зарплат и так далее. Кто-то ни хрена ничего не делает, но сидит на тепленьком месте и получает хороший куш, а другой грузчиком переворачивает тонны ежедневно и при этом ничего не имеет. Ну и наконец-таки разберем побуждение к творчеству. Вот человек хочет проявить себя опять-таки проявить себя в творчестве, что-то там сделать такое. Это не обязательно что он хочет показать себя всем людям. Ох, какой я, мол. Он хочет нарисовать картину, слепить фигуру сочинить музыку, сделать фильм. Творчество начинаю от поделок и кончая какими-то научными проектами, постройка городов и так далее. От мелкого к крупному. и опять-таки вот он вроде бы если там по мелочи что-нибудь сделает, ну да, он сделает там, его оценит. А вот если он хочет творить уже по-крупному, ну, быть архитектором города, здания, и он хороший проект дал, но конкуренты, которые менее талантливы, чем он, но более пронырливы и стоят к денежным потокам, занимают его место. Вот. Начинается на этой почве опять-таки что начинается? недовольство, внутреннее недовольство, раздражение, запускается вот этот вот весь комплекс психосоматики и опять-таки появляются те или иные болезни. Можно еще охарактеризовать духовное здоровье как наше мировоззрение. ну, например, взаимодействие с природой. Ты считаешь природу своим другом, в какой-то степени даже покровителем, жизнедателем. Ну, вот, бережно к ней относишься. А другие... Ага. наша задача взять у природы что-то там с силой. То есть вместо леса распахать все, недры выкачать, все продать, землю там загадить и управиться на этом. То есть никакого бережного отношения без понимания. Вот, наконец-таки, видите, пришло интересное такое понимание, слушая лекции Городецкого, где он говорит, что раньше планета была покрыта лесами. И леса, естественно, выделяли фитонциды, выделяли вот эти разные там эфирные масла, фитонциды, летучие вещества, которые дезинфицировали весь воздух, все пространство, делая его, так сказать, чистым от микробов, от грибков. А сейчас человек распахал там, когда с самолета летишь, смотришь, куча земли распахана. Что там, есть не хватает? Нет, надо посадить что-то такое, чтобы потом это продать. И в результате такой глупой глупого ведения хозяйства получилось, что вот этих фитонцидов, которые подавляют деятельность различных грибков, бактерий и так далее, оказалось недостаточно. В результате чего не сдерживаемые ничем грибки и бактерии атакуют все, что тут есть на земле. Вот, что здесь с этим развиваются разного рода заболевания, вплоть до онкологии. грибок грибок поедом ест все деревья, здания, живность. и это все следствие того нашего мировоззрения, которое, которое, видите, основано на нашем духовном здоровье, что можно делать, что нельзя делать в масштабе большом. и это потом далее начинает передаваться. Ага, одного поля есть, а другого поля нет. Придуманы законы, интересно, чтобы, знаете, один был царем, а все остальные были его тут подчиненными и на законных основаниях. Это бездарь может управлять вами, наказывать вами, вас, а вы должны всему этому подчиняться. Как? Закон же? То есть уже вот эта вот несправедливость порождает напряжение в сознании человека. И это напряжение начинает проявляться опять-таки через психосоматику. Сбрасываясь на тело и Медиштина что лечит? Лечит тело. Психосоматику она лечить не может, не знает. Она думает, что я тут если заволновался, надо успокоиться. А как я могу успокоиться, если у меня кредит висит, у меня дом отбирает? Какие тут успокоительные мне помогут? И таких ситуаций можно кучу привести. Вот я думаю мы с вами разобрали что такое физическое здоровье, что такое психическое здоровье, что такое духовное здоровье, как они между собой связаны и как они влияют друг на друга. И вот для того, чтобы действительно вылечиться, вылечиться, в первую очередь надо изменить свое мировоззрение. Меняем мировоззрение, но одни меняют, а другие не меняют. Видите, что тут происходит? То есть это должно произойти повсеместно у всех людей. Только в этом случае наше общество станет здоровее. Вот. Когда человек успокоится, по всем своим побуждениям он будет доволен, психика его не волнуется, остается что делать? Делать физические упражнения, правильно питаться, вовремя вставать и ложиться спать. И в принципе ты здоров. Поехали.